В Лангепасе провели ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Таежная застава». В ней приняли участие 26 человек из разных регионов России. Лагерь разбили на территории музейного парка этнодеревни Лангепасал. Подробнее о том, как современные люди перемещаются по эпохам без машины времени, расскажем в следующем сюжете. Меткая стрельба. Пожалуй, один из важнейших навыков для наших предков. Поэтому без лука на исторической реконструкции не обойтись. Для того, чтобы его изготовить, нужна, например, береза, береста и можжевельник. Также можно добавить костяные накладки для рукояти. Для тетивы на Руси предпочитали применять шелк, сырометную кожу или сухожилия, а наконечники стрел были каменные. А участники фестиваля стараются соблюдать древние традиции. «Стрельба из лука – это олимпийский вид спорта. На Олимпиаде наши лучники очень даже неплохо выступили. Стрельба из исторического лука, в первую очередь, будет интересна тем, кто занимается историей. Это совершенно другой лук, это не спортивный лук. Стрелять гораздо сложнее, чем из спортивного лука, но и в том же время интереснее, кроме того, что у нас исторических луков достаточно много». «Программа фестиваля, она в какой-то плане, в каком-то плане, она традиционна. Это турниры по фехтованию, по стрельбе из лука, по метанию с улиц, плюс мастер-классы. Это и по покраске ткани, и кузница, и по кухне посредневековой». Костюмы участников тоже заслуживают отдельного внимания. Все сделано вручную по технологиям прошлых веков. Каждая таежная застава посвящена определенному отрезку истории России. В этом году – 9-10 века нашей эры, то есть то время, когда государство только зарождалось. «Когда ты одеваешь средневековый костюм, ты в нем, во-первых, не мерзнешь, он действительно хорошо держит тепло, и при этом тебе не жарко, потому что он хорошо держит вообще температуру, потому что это все натуральный лен, натуральный шелк, это натуральные ткани, это натуральная обувь из кожи, которая без каблука, она очень удобно ложится по ноге. И ходить в этом костюме очень комфортно». Примерно в этот период на Руси начали чеканить монеты, делать украшения пояса. Поэтому самыми востребованными работниками были кузнецы. «Да, это кольцо на эпоху, то есть оно сделано, реплика на кольцо, которое было найдено, по-моему, в Новгороде, вот, в реальном захоронении. То есть было найдено, было помещено в музей, у нас реконструкторы, ребята посмотрели, материал нашли, сделали вот именно копию этого кольца». Ковали не только кольца, но и мечи. Это было главным оружием русских бактерий. Поэтому умение фехтовать было не менее важным, чем стрельба из лука. «Я считаю, что каждый мужчина должен в своей жизни познать, что такое путь война, что такое держать в руках меч, оружие наших предков, чтобы он мог прочувствовать, насколько это возможно, прочувствовать то, как наши предки жили раньше, сражались, как они защищали свою родину». Таёжная застава в этом году по понятным причинам прошла без зрителей. По словам участников, такой формат был очень важен именно для них самих. За эти два дня их никто не отвлекал, и они смогли полностью погрузиться и прочувствовать жизнь древних предков.